Диагноз «вне больничная пневмония» диагностировали у двоих учеников, а по домам отправили весь класс. Двери 41-й школы на 10 дней закрылись для нескольких десятков детей. По школе зарегистрировано на сегодняшний день, по нарастающему, то есть за где-то полтора месяца 12 человек, заболевших с диагнозом «вне больничная пневмония». Это совершенно нормальная цифра для осеннего сезона. Те классы, где более двух случаев, где дети, может быть, болеют и другими простудными заболеваниями, урвы. У нас один класс, второй А, он выведен на 10 дней для разобщения учащихся. Решение о распуске учеников принимал директор школы. В Роспотребнадзоре нам заявили, больше закрытых классов в общеобразовательных учреждениях Вологды пока нет. Но в департаменте здравоохранения отмечают ситуацию под пристальным наблюдением. Эпид-ситуация не является критичной, наш эпид-порог не превышен. Что касается заболеваемости вне больничными пневмониями, да, имеется некоторый рост, особенно среди организованных детских коллективов. Мы решаем ситуацию путем разобщения детских коллективов, то есть закрытия отдельных классов групп. И если потребуется школ, ситуация на ежедневном контроле находится у департамента здравоохранения и органов Роспотребнадзора. Но при этом в Череповце карантин уже введен в 25 классах 14 школ. Однако эти дети не прекратили обучение в учреждении. Они просто ограничены в общении со сверстниками. Дети занимаются в отдельном кабинете. Для них все сделано. После класса класс убирается, моется с средствами. Питаются они отдельно. После них та же посуда убирается, стол моется. Питаются они на уроке на четвертом, то есть в отдельно от детей время, чтобы ни с кем не контактировать. На переменках они также сидят в классе, класс проветривается. В управлении Роспотребнадзора отмечают, в мерах профилактики могут закрыться на карантин и те классы, где сразу у нескольких человек выявлено любое простудное или вирусное заболевание. Речь идет не только о внебольничной пневмонии, но именно этот диагноз медики ставят почти полусотни череповчан каждую неделю, зачастую детям. При этом заболевших гриппом в Вологодской области пока выявлено не было. Евгения Кашинцева, Николай Замараев. Время новостей.